Здравствуйте! Мы продолжаем наш проект «А что дальше?». Сегодня у нас в гостях Павел Латушка. Мы обсудим миллиард от МВФ, который готовы выделить в Беларуси. Поговорим о конституционной реформе приближающихся учениях «Запад-2021» и о том, чувствуют ли себя в безопасности представители демократических сил. Итак, Павел Павлович, здравствуйте! Здравствуйте! Павел Павлович, есть несколько вопросов к вам. Начнем, наверное, с самых актуальных. Буквально на прошлой неделе появилась информация о том, что МВФ собирается в конце августа выделить 950 миллионов долларов Беларуси на преодоление постковидного кризиса. Скажите, пожалуйста, как вообще на это стоит реагировать? Действительно ли возможно выделение этих денег? И понимает ли МВФ, на что он их собирается выделить? Да, действительно, это специальные права заимствования, которые предоставляет Международный валютный фонд всем государствам, участникам Международного валютного фонда. Так что Беларусь не является особой страной и не принимается какое-то специальное решение по Беларуси. В связи с этим и возникают, может, определенные вопросы. Такое решение фактически уже принято о выделении специальных прав заимствования. Для простоты, будем говорить, кредитных ресурсов в объеме порядка 1 миллиарда долларов США. Мы же говорим в настоящий момент, что должна вестись речь о возможности перечисления этих средств в Беларусь. Вот как раз-таки позиция Народно-антикризисного управления, мы очень активно координируем свою работу с белорусской диаспорой, заключается в том, что эти средства не могут быть перечислены правительству Беларусь. В связи с тем, что Лукашенко не признан большинством членов Международного валютного фонда, это 56% голосов, потому что там определяется именно голоса от доли участия в Международном валютном фонде. Лукашенко не признан главой государства, исходя из этого, средства не могут быть перечислены в Беларусь. Мы также настаиваем на том, чтобы управляющие от Беларуси, коим является так называемый глава Национального банка Калаур и руководитель Министерства финансов Селивестров, также не являются полномочными управляющими от имени Беларуси в Международном валютном фонде и не могут принимать участие как в заседаниях МВФ, так и принимать соответствующие решения. Мы основываемся на прецеденте Мадура, назовем его так, венесуэльский прецедент, когда подобное решение было принято, но средства не были перечислены правительству Венесуэли на том основании, что не был признан Мадура, соответственно, его правительство легитимным органом власти в Венесуэле. Так что, основываясь на этом прецеденте, мы направили соответствующее обращение как антикризисное управление членам Конгресса Соединенных Штатов Америки, также мы обратились к парламенту Великобритании, состоялись соответствующие дискуссии в парламенте Великобритании, и, в свою очередь, парламентарии Великобритании обратились к правительству Бориса Джонсона для того, чтобы как раз-таки главный казначей правительства Великобритании заблокировал подобное решение о перечислении средств. Действительно, эта угроза заключается в том, вы правильно говорите, гуманитарная помощь должна оказываться, и, безусловно, она необходима. Но мы не можем контролировать эти средства, поступающие режимом. Мы видим сегодня, какие развертываются учения по Минску, по всей стране в подготовке непонятно каким событиям в Беларуси. Тратится огромный ресурс на силовой аппарат, на приобретение техники, на то, чтобы ублажить диктатора, покупаются парки машин и так далее. То есть эти средства идут на содержание тюрем. Мы знаем, что по количеству заключенных Беларусь вышла в мире в лидеры, печальное лидерство. На это все тратятся деньги. И как раз-таки вместо того, чтобы тратить деньги на население, на общество, на решение злободневных проблем, коей является в том числе и пандемия, диктатор направляет эти ресурсы на поддержание силового аппарата, который гарантирует его еще пока сохранение его власти в нашей стране. Вот это наша цель. Мы также обратились к белорусам. Белорусский диаспора нам очень много помогает. Мы обратились к гражданам нашей страны для того, чтобы они подписывали соответствующие петиции. Сейчас мы активную работу будем проводить именно с управляющими от стран в Международном валютном фонде. Как США, Великобритании, так и членов Европейского Союза и всех тех стран, которые не признали Лукашенко. Павел Павлович, здесь остается пожелать успехов и нам, и вам в этой работе, потому что конец августа совсем недалеко. Да, это сложная тема, безусловно. Она требует экспертной оценки высокой со стороны экономистов. На этом работает вся экономическая группа Народного антикризисного управления, экономисты нашей диаспоры. Поэтому все те, кто готов нам помочь и поддержать нас, милости просим. Мы будем признательны за такую помощь. Вы сказали о том, что вот есть такой претендент венесуэльский, когда средства выделены, но выделили, но не перевели. В случае с Беларусью, возможно ли смотреть на это так, что средства вот эти вот, они как бы выделены, а перевод их может состояться в случае, когда в Беларуси сменится власть, уйдет Лукашенко, и вот в случае демократических преобразований, тогда мы, может быть, можем их как-то получить. Можно ли рассчитывать на это? Потому что эти деньги совсем не помешают в, скажем так, в ситуации постковидной для Беларуси. Да, вы озвучиваете абсолютно верный подход, и как раз-таки этот подход заложен в нашу концепцию противодействия выделения режиму, именно режиму, а не населению Беларуси, помощи со стороны Международного валютного фонда. Эта концепция заключается в том, что как только в Беларуси пройдут демократические выборы, сразу же новое правительство получит финансовую поддержку, в том числе из этих средств, которые будут зарезервированы, заблокированы на счетах Международного валютного фонда. В дополнение к тем ресурсам, которые уже фактически принято решение, еще не выделены со стороны Европейского союза, так называемый план Маршалла, 3 миллиарда. Это и аккумулирование дополнительных источников, инвесторов, это дополнительные переговоры в целом с Международным валютным фондом, с Семирным банком, с другими финансовыми институтами, которые могут оказать реальную поддержку, быструю, оперативную, новому демократическому правительству Беларуси. Я не идеалист, я не рисую сказок, но я абсолютно убежден в том, что как только Лукашенко уйдет с, так скажем, с удерживаемой им насильственным способом должности, помощь со стороны демократических сообществ будет абсолютно реальной, абсолютно эффективной и существенной. Это действительно окажет серьезную поддержку новому правительству Беларуси для проведения структурных реформ и по быстрому выходу Беларуси из финансовой экономической дыры, в которую загнал режим Беларусь. Вот, Павел Павлович, собственно, давайте сейчас немножечко про выход из этой дыры путем демократических реформ и проведения новых выборов. Я бы хотел с вами немножечко поговорить по конституционной реформе, потому что это тема, которую сейчас в очередной раз начинают педалировать и госсми, и об этом много говорили и вы, и представители демократических сил, оппозиционных сил, блогеры, инфлюенсеры и все подряд, что вот, как это, в противовес тем предложениям, которые вносятся Воскресенским с подачи Лукашенко по конституции, давайте предлагать свою. Павел Павлович, на какой стадии вот сейчас, скажем так, обсуждение конституции, которую могут предложить демократические силы? И вообще, самый важный вопрос еще, даже если конституцию обсудить, все обсудить, продумать, записать, каким способом вынести ее на референдум, стоит ли вообще пытаться это делать и верите ли вы в то, что воля белорусов может быть услышана? Если бы я не верил в то, что воля белорусов будет определять будущее нашей страны, тогда бы я не сидел на этом интервью, не беседовал с вами. Я абсолютно в этом убежден. Да, это сложная дорога, сложный путь, но если мы будем работать системно, как мы говорили по Международному валютному фонду, так и по вопросу принятия основного закона нашей страны, мы достигнем результата. Мы должны прежде всего понять, что конституция является основным законом страны, который определяет сегодняшний день и будущее развитие нашего государства. Можем ли мы быть безразличными, когда режим, диктатор, пытается поменять конституцию нашей страны, которая несовершенна, как мы видим уже и сегодня, которая, к сожалению, не исполняется им, используя, опять же, незаконные способы и методы для того, чтобы сохранить свою власть на определенный период времени. Давайте не будем иметь иллюзий, ведь все изменения в конституцию, которая представляет так называемая конституционная комиссия, они направлены на то, чтобы удержать Лукашенко как можно дольше у власти. На эту пятницу планируется совещание, встреча диктатора с представителями палаты представителей, депутатами, членами Совета Республики, членами правительства, руководителями регионов Беларуси, на которые он планирует представить свое видение предстоящего референдума и изменения в конституцию. Конечно, мы можем иметь инсайды и информацию о том, что готовится, но мы знаем, что человек фактически неуравновешенный, и в последний момент он может выдавать, так скажем, слету какие-то новые идеи, подходы. Но все, что он не будет делать, все будет направлено на то, чтобы сохранить себя у власти. Поэтому мы не должны поддаться обману и под видом косметических изменений в конституции, а реально укреплению его власти, отреагировать на это, ну, как некоторые, может быть, аналитики говорят, что, может быть, почему бы и нет, такой вариант тоже приемлем, который предложен этой конституционной комиссией. Поэтому наш сценарий заключается в следующем. Мы должны разработать свою народную конституцию. И в этом сценарии предполагаются различные точки зрения, различные мнения. Мы абсолютно считаем, что должно обсуждаться и конституция 1994 года. Может обсуждаться конституция, предложенная группой Лебедька. Может обсуждаться малая конституция. И очень важно провести эту открытую, активную, масштабную дискуссию с представителями как демократических сил, общественных организаций, граждан нашей страны. Для этого могут быть задействованы различные платформы, как Народного антикризисного управления, Координационного совета и других штаба, других демократических сил, которые включились в этот процесс. Разрабатывая свою народную конституцию, мы будем настаивать на том, чтобы она была вынесена на референдум, который планирует озвучить или принять решение о проведении узурпата. Чтобы альтернативный проект, наш проект, который реально, как мы считаем, будет отвечать интересам народа, был рассмотрен. В том случае, если это не произойдет, если нам будет отказано в вынесении этого проекта на референдум, если нам откажут в создании инициативной группы по сбору подписей для принятия этой народной конституции, тогда у нас остается целый алгоритм действий. Я не хотел бы озвучивать их все. Одним из них, конечно же, может быть активное противодействие принятию конституции по сценарию Лукашенко. Опыт у нас имеется 9 августа прошлого года. Когда мы шли на избирательные участки, мы можем пойти во второй половине дня, мы можем испортить бюллетень, мы можем вынести бюллетень, вкинуть чистый лист бумаги, все это фиксировать и показывать. Понятно, что режим пойдет на фальсификацию, у нас нет иллюзий. Но просто сидеть и сложить руки, и считать, что сегодня этот вопрос неактуальный, что мы должны абстрагироваться от него, я считаю, это абсолютно неправильный подход. Если бы мы с вами не были активными 9 августа прошлого года, мы не смогли бы вообще поставить настолько жестко и принципиально вопрос о потребности демократических изменений в нашей стране. Поэтому я за активную позицию в любой ситуации. В противном случае мы будем просто заложниками того, что делает режим. И поэтому я и предлагаю всем гражданам нашей страны, демократическим силам, которые поддерживают нас, активно включиться в обсуждение Конституции. Моя позиция как политика, и я, насколько понимаю, я проводил опросы, например, на своем телеграм-канале, большинство белорусов выступает за парламентскую республику или парламентско-президентскую республику, при понимании того, что у нас не должна быть исключительная власть в руках президента или сконцентрирована у исполнительной власти. За систему сдержек противовесов, за независимость судебной системы, за региональное самоуправление и развитие. Вот это моя позиция как политика. И белорусы могут высказывать свою точку зрения. Конституционная комиссия, общественно-конституционная комиссия все это проанализирует и представит обществу те варианты, которые могут быть вынесены для последующего референдума. Если же это не будет возможно сделать в формате реального плебисцита на территории Беларуси, в реальной жизни мы имеем другие технологии, возможности для того, чтобы реализовать этот проект и получить мнение людей, за какую страну они будут голосовать. Павел Павлович, сейчас на просторах интернета очень много педалируется эта тема, тоже очень часто конституция, о том, что референдум может быть случайно назначен в эту пятницу. Вот мало ли что придет в голову человеку, он скажет, давайте в сентябре, и все устремятся исполнять его волю, те, кто готов это делать. О бойкоте очень часто говорят в интернетах. Что вы можете сказать по этому поводу? Вот бойкот референдума, не пойти туда, на ваш взгляд, это есть действие или все же бездействие со стороны белорусского гражданского общества будет? Конечно, решение нужно принимать будет, исходя из того, что мы будем видеть, как развиваться будет ситуация. Если Лукашенко примет решение о проведении референдума 17 сентября, и все аналитики, юристы говорят, что с точки зрения процедуры это возможно, при том, что Лукашенко не соблюдает никаких законов, но если мы посмотрим на то, что это вписывается в какие-то правовые рамки действующего законодательства в нашей стране, если он объявит это 17 сентября, это один сценарий. Если все-таки вопрос конституционного референдума будет перенесен на более поздний срок, это второй сценарий. Но при этом на сегодняшний день, и исходя из опыта различных электоральных компаний в нашей стране, бойкот никогда не приводил к результату. Только активное противодействие, активное действие, если хотите лучше говорить в позитив, наше активное, сплоченное, объединенное действие в день, когда он захочет осуществить очередной раз государственный переворот, может влиять на изменение ситуации в нашей стране. Мы сегодня готовимся к тому, чтобы выходить на улицы, мы готовимся к тому, чтобы участвовать в забастовках. Да, это сложный процесс. Да, сегодня еще мы не готовы к тому, чтобы проявить свою активность так, как проявили в прошлом году. Возможно, это тот случай, когда мы повторим 9 августа номер 2 для режима. Именно день референдума, который определит Лукашенко. И режим должен это понимать. Все риски связаны с тем, что он попытается реализовать государственный переворот или продлить полномочия Лукашенко на определенные опять сроки. Потому что, опять же, мы не видим в комментариях, если говорится, что президент может избираться на 2 срока, каким образом это относится к Лукашенко. Значит, исходя из этой логики, можно отсчитывать, что он должен добыть еще 4 года. И плюс к этому он еще может получить 2 срока. Поэтому мы можем ожидать, что Конституционный суд, так называемый Лукашенковский суд, он даст соответствующий комментарий, разъяснений, даст ему соответствующую возможность фактически до конца жизни править Беларусью. Мы согласны с этим? Я нет. Большинство беларусов, я убежден, также не согласны с этим. Значит, мы должны будем противодействовать этому активно. И именно в день референдума. Вот вы правильно сказали о том, что нужно будет повторить, вот как 9 августа, показать свою позицию, активное действие по голосованию. Тут важно, чтобы сам режим не повторил то, что он устроил в ночь с 9 на 10, с 10 на 11. Но есть и такие опасения. Вы как раз назвали дату 17 сентября, возможная дата, давайте так вот на это будем смотреть. Но все дело в том, что у нас с 10 по 16 сентября в Беларуси проходит учение «Запад-2021». Это весьма такое опасное мероприятие, учитывая, что российские военные эшелоны уже начинают пребывать. Уже в Брестской области их огромное количество, в Минской области есть места их базирования, и будет еще больше российских военных. Что об этом думаете вы, и что обсуждается в Народном антикризисном управлении? Наличие вот в этом году, в годовщину протестов большого количества российских военных. Что мы можем ожидать, каких действий от Кремля на территории Беларуси, и, наверное, чего стоит опасаться Кремлю, когда его военные находятся на территории, которую управляет абсолютно обезумевший человек? Ну, мы видим однозначно позицию России, которая поддерживает узурпатору власти, и это стратегическая ошибка Российской Федерации на белорусском направлении или в отношениях между двумя государствами. Я это абсолютно убежден. Эту ошибку и результат этой ошибки, к сожалению, Россия почувствует и почувствует в самое ближайшее время. Все опросы, которые проводятся в последнее время, показывают, что она абсолютно получает негативную оценку среди белорусов. Белорусы чувствуют себя обманутыми со стороны Российской Федерации, когда на их глазах поддерживают узурпатора, диктатора, который издевается над белорусами, над белорусским народом. Это первое. Само нахождение вооруженных сил третьего государства на территории страны в такой критический период не может не вызывать опасений. Это необходимо понимать. Ранее проводились учения, но именно в такой обстановке это вызывает действительно серьезные опасения. Следующий фактор. Мы видим, что в этот период возможно проведение крупной электоральной кампании, референдума. И это также не может не вызывать наши опасения попытки противодействия каким-либо действиям белорусского общества, направленным на то, чтобы прекратить деятельность узурпатора на территории нашей страны. Следующий фактор. Мы видим, что Лукашенко идет на развитие конфликтов, на инициирование конфликтов с соседними государствами. То, что мы наблюдаем сейчас с Литвой, фактически имеет предпосылки перерасти к вооруженному конфликту. И соответствующий с той информацией, которую мы имеем, именно это является главной ведущей целью Лукашенко привести к военному конфликту с приграничным государством. Мы видим, что подобные действия осуществляются уже и на латвийском направлении. Периодически они имеют место и направление Польши. Не исключено, что это будет развиваться в отношении Украины. К сожалению, этот человек очень мстительный. Он хочет отомстить не только гражданам нашей страны, он хочет отомстить и соседям за свою принципиальную, за их принципиальную позицию, когда они не поддерживают узурпатора у власти и выступают против издевательств над белорусским народом. К чему это может привести? В результате это может привести, что по результатам учений в Бресте и в Гродно появятся две военные базы Российской Федерации. Потому что на сегодняшний день мы говорим о военных объектах Российской Федерации. Вот такой, как Вилейки, радиоакционная станция наблюдения за ядерным подводным флотом, это дублирующие объекты с общей системой ВМФ Российской Федерации. Речь же сейчас может пойти именно о создании военных баз. Возможно, не исключать и ситуацию, когда тактическое ядерное оружие может быть введено на территорию Беларуси. Да, это может сегодня выглядеть, скажем так, гипотетически, но кто его знает, глядя, как развивается ситуация, какая риторика звучит и из Москвы, и из Минска, это тоже нельзя исключать. В случае, если произойдет какой-либо вооруженный конфликт или столкновение с соседним государством, это даст основание Российской Федерации и узурпатору заявить о том, что в целях обеспечения безопасности одного из участников так называемого союзного государства нам необходимо сохранить контингенты российских войск на территории Беларуси. Все это, к сожалению, негативный сценарий, к сожалению, о котором я должен говорить как политик, но я должен и тот же четко давать понять, что мы видим его, и мы понимаем все угрозы, возникающие в связи с этим. Мы, конечно же, рассчитываем на то, что мы будем сильны, наше общество будет сплоченное, и мы сможем противостоять этим усилиям. А Российская Федерация должна понимать, что это действительно будут стратегические ошибки в выстраивании отношений с Республикой Беларусь сегодня и в будущем. На ваш взгляд, Павел Павлович, понимают ли все то, что вы говорите, вот эти угрозы, пусть об этом неприятно говорить, но понимают ли это наши западные соседи? Польша, Литва, Латвия. У вас есть контакты, во всяком случае вы находитесь в Польше, в Варшаве. Может быть, у вас есть какие-то контакты там с правительством, с представителями их вооруженных сил, министерствами какими-то, рассматривают ли они такой сценарий и готовятся ли к каким-либо провокациям? Да, у меня сегодня была встреча с заместителем министра иностранных дел Польши, и эта тема, конечно же, затрагивалась. Мы не влияем на действия правительства страны, в которой мы находимся, или в тех странах, в которых находятся наши демократические силы, так же, как и они не влияют на наши действия. То есть мы абсолютно здесь независимы и абсолютно самоуправляемы в выработке наших подходов. Есть нормальный обмен информацией и обмен опасений и ожиданий от развития этих ситуаций. Какие действия будут предпринимать соседи по периметру Беларуси, какие действия будут принимать Европейский Союз в связи с этим, ну, я не готов за них говорить, я думаю, что нужно спросить у них. Но, конечно же, это же на сегодняшнем мире даже иголку в стогу сена невозможно утаить, а перемещение вооруженных сил в таком количестве, к границам, ну, тем более, что это и показывается по телевидению, так же утаить нельзя. Вся оценка ситуации, как развивается, дает, к сожалению, основания предполагать, что ситуация напрягается, и это происходит по причине человека, который абсолютно неадекватен в своих действиях. Он заводит риторику войны, он употребляет слово война в каждом своем выступлении, он говорит о каких-то внешних угрозах, силах, которые хотят завоевать Беларусь. Но пускай он вспомнит свои слова перед выборами 9 августа прошлого года, пускай он вспомнит, что говорил Вакульчик, представитель КГВ, что говорил Тертель, тогда же еще представитель комитета госконтроля, что говорила Качанова, председатель Совета Республики. Они говорили, что главная угроза, военная угроза происходит с территорией Российской Федерации. Это еще раз подчеркивает неадекватность этого человека. Он меняет врагов, как перчатки. Он готов перчатку поменять на руках в любой момент, когда ему будет это выгодно. Мы просто понимаем. Вчера он встречается с институтом Курчатова и говорит о перспективах развития отношений в области атомной энергетики, отходов ядерных материалов. То есть это все угрозы, реально возникающие в отношении нас, белорусов, так и в отношении всех окружающих стран, в том числе и Российской Федерации. Неужели Российская Федерация не понимает, что это является угрозой и для них? Или они настолько убеждены, что они контролируют его в 100%? Я бы не был настолько убежден в том, что они способны даже его сконтролировать в этой ситуации. Поэтому это все дополнительные вызовы, которые бросает нам диктатор, узурпатор у власти. Я тоже, конечно, задаю очень часто себе вопрос. Вот те чиновники, которые сидят рядом с ним, они неужели не понимают, к чему это ведет? Дипломаты, послы, коллеги. Да, очень многие с нами коммуницируют. Вы знаете, вот получили вчера информацию, что Лукашенко среди высоких чиновников называли как? Президент первый еще употреблял. Сейчас его называют психопат сумасшедший. Да простите меня, как из уст бывшего министра культуры, что это произношу. Но я ретранслирую так, как говорят чиновники о нем. То есть они уже на высоком уровне понимают, что человек неадекватен и к чему он ведет нашу страну. Ну, дай бог, что может придет тот момент, когда и чиновники высокого уровня поймут, что и от них что-то зависит в этой ситуации. Очень грустно понимать, что на высоком уровне чиновники вот так вот его называют. То есть они прекрасно себе представляют, с кем имеют дело, и при этом не пытаются ни его остановить, и еще умудряются исполнять волю этого человека. Пусть и не спешат. Но еще, вы знаете, есть еще такая оценка, как гестапо и СС. Это когда человека задержали в КГБ, и ему прямым текстом говорят, скажи спасибо, что ты не оказался в губопике. Потому что губопик – это гестапо, а мы СС, мы элитные войска. Это он говорит про нацизм, про фашизм. Это внутри офицеры МВД и КГБ называют себя взаимно. Гестапо и СС. Весьма неприятно такое слышать и осознавать, что взрослые дяди с погонами решили поиграться в войнушку и взяли на себя право преемственности тех, кого их деды побеждали, как они сами на парадах постоянно утверждают. Ой, Павел Павлович, давайте мы сейчас немножко перенесемся. Давайте искать что-нибудь позитивное. Белорусы переживали в своей истории сложные периоды. И это тоже сложный период, который мы сейчас переживаем с вами. Да, это очень сложно, да, это тяжело. Нас прессуют, нас унижают, нас пытаются склонить, поставить на колени. Но я верю в силу духа, в волю белорусского народа, белорусской нации, которая родилась не вчера, которая возродилась в прошлом году. И затоптать нас уже невозможно. И я убежден в том, что несмотря на эти сложные процессы, мы добьемся своего результата. Главное, чтобы мы были вместе, главное, чтобы мы действовали скоординированно, главное, чтобы у нас была поддержка в том числе внешне реальных друзей, тех, которые понимают, что такое права человека, свобода гражданина, ценность человеческой жизни. Что главный в государстве это человек, а не диктатор, не удержание его у власти всеми способами. Я верю в победу, я верю в то, что мы достигнем нашей цели. Как вы оцениваете с позиции НАУ, руководителя НАУ, визит Светланы Тихановской в США? И все то, что вы видите, читаете. Может быть, какая-то информация у вас есть больше, чем в новостных порталах. Как бы вы оценили этот визит? Насколько он полезен и позитивен для Беларуси? Ну, первое, сам факт международных контактов важен. Я об этом говорил не раз. И кто-то может сомневаться, по-разному оценивать. Но нужно понимать, что это дает нам возможность доводить нашу позицию и, используя эти контакты, получать союзников, которые помогают нам в той сложной ситуации, в которой оказалось белорусское общество, белорусский народ и белорусская государственность. Это первое. Что касательно каких-то деталей, тут, к сожалению, я должен сказать, мы не имеем никакой информации со стороны штаба о том, какие переговоры прошли, мы знаем из прессы, а о чем были договоренности, мы не знаем. Завтра мы попросили штаб, чтобы все-таки они нас проинформировали, завтра состоится зум, надеюсь, что мы получим какую-то более детальную информацию. Вот это как раз-таки тоже очень важный момент, именно важность координации, важность, чтобы мы действовали вместе, и тогда сила нашего противодействия этому режиму будет гораздо больше. надеюсь, что завтра состоится беседа, я буду готов вам более подробно тоже об этом рассказать, дать свои оценки. А в целом то, что это будет важен, безусловно. Вот мы подождем тогда этой беседы, еще с вами обязательно эту тему поговорим. Очень сейчас в интернете люди, которые назначили себя инфлюенсерами, которые являются блогерами и говорят, что они лидеры мнений, часто говорят одну и ту же фразу. Нужно объединяться, нужно объединяться. Все новые появившиеся народные артистки в качестве активистов тоже говорят, нужно объединяться. Павел Павлович, а вы вообще чувствуете какое-нибудь разъединение? И если объединяться, то кому, с кем, когда и зачем? Ну, конечно, очень такой сложный вопрос, да? Да, безусловно, мы объединены одной целью. Ну, я думаю, что если спросить у каждого из нас, кого вы знаете, видите на экранах YouTube-каналов, телевидения или читаете в прессе, у нас одна цель – новая демократическая Беларусь. Это возможно достичь через демократические формы изменения власти в нашей стране. У нас одна цель – не допустить в будущем диктатуры в нашей стране. У нас главная цель – освободить всех политических заключенных, репрессированных. Это те цели, которые нас абсолютно объединяют. Да, но нам больше необходимо координировать и осуществлять взаимную координацию. Народное антикризисное управление всегда к этому готово, и в любой компании, которую мы инициируем, мы всегда предлагаем всем демократическим силам присоединиться к этим компаниям. Мы, в свою очередь, готовы всегда позитивно реагировать на предложения других демократических сил для того, чтобы быть вместе. Сила объединенного кулака, сила объединенной энергии, она гораздо мощнее и дает нам возможности достичь той цели, о которой я сказал выше. Павел Павлович, последний на сегодня. Может быть, вы уже видели это видео. Вышло видео небезызвестного Игоря Макара, в котором он рассказал, что КГБ Беларуси проводит суперспецоперацию за границей, особенно в Польше и в Литве. И главными целями этой операции является Дмитрий Балкунец и вы, Павел Латушка. И вас собираются похитить и любыми способами доставить на территорию Беларуси. Чувствуете ли вы себя в безопасности, Павел Павлович? И как вообще бы отреагировали на такие вот предупреждения в ваш адрес? Ну, я думаю, что Игорь Макар не первый, который об этом говорит, и в том числе публично. Некто господин Гайдукевич, который называет себя депутатом Палаты представителей, также об этом говорил. Даже сбор средств осуществлял сигналы. Подобных угроз поступают, они поступают на регулярной основе. Поэтому сказать, что я отношусь к этому безразлично или легко, вы знаете, нет. Конечно, я понимаю те угрозы и опасности, которые вокруг существуют и насколько они реальны. Ну, хотелось бы надеяться, что они невозможны к реализации, но, конечно, такие сигналы поступают. Демотивирует ли это меня? Я думаю, сегодняшнее интервью показало, что нет. Меня это абсолютно не демотивирует. Что касательно обеспечения каких-то дополнительных мер безопасности. Ну, я нахожусь на территории иностранного государства и исхожу из того, что именно то государство, которым я сейчас нахожу и осуществляет какие-то действия как по охране своего правопорядка на территории всей страны в отношении как своих граждан, так и иностранных граждан. Исхожу из этого подхода и принципа. Спасибо большое, Павел Павлович, за то, что уделили нам время и за ваши ответы на все вопросы. Надеюсь, что в ближайшее время мы на более позитивной ноте поговорим обо всем происходящем. Успехов вам! Я предлагаю говорить о Беларуси будущего, потому что мы над этим также работаем. Это самое главное. Мы хотим построить прекрасное государство, Республику Беларусь в общей семье, европейской семье, которая имеет самые добрые отношения со всеми соседями. А главное, заботиться о гражданах нашей страны. Вот будем надеяться, что совсем скоро так оно и будет. Спасибо большое. Спасибо вам.